Дорогие коллеги, я благодарю всех, кто сквозь буран вечером, устав, пришёл послушать и обсудить книгу про историю усталости. Это как-то тема замечательная, очень подходит к нынешнему временам, и вообще времени суток. Так что большое вам спасибо. Надеюсь, что беседу... Мы постараемся, чтобы вы не скучали. Беседа наша была оживлённой, потом, наверное, какие-то вопросы, если вы захотите, зададите. Я всех приветствую издательство «Новое литературное обозрение» и наш партнёр «Французский институт». Мы проводим периодически такие серии презентаций книг французских исследователей. И эта серия «Культура повседневности» — это одна из наших любимых серий, где, собственно говоря, мы пытаемся показать, что повседневность — это важнейшая часть культуры, которая формирует другие, я бы сказала так, культурные этажи. И в частности, истории чувств, которыми мы часто занимаемся, история цвета. У нас много разных книг в этой серии и окружающих сериях. Вот сегодня мы поговорим о феномене усталости. Потому что, как всегда кажется, что есть какие-то базовые ощущения, которые нам вроде бы присущи, так сказать, спокон века, и они никогда не меняются. И чем очень интересны исследования, особенно французских историков, и, как бы, да, мне кажется, во Франции это направление чрезвычайно распространено, что они показывают, что очень многие наши чувства исторически сконструированы. И как, например, обоняние, осязание и многие другие истории чувств, да, не то чтобы мы никогда не видели, не слышали и всё прочее, но странным образом восприятие многих явлений в разные исторические периоды как-то оформлялось, да, и легитимировалось по-разному. И это, мне кажется, самое интересное. Вот, что касается усталости, если верить Вигарелло, нашему любимому автору, выясняется, что на самом деле с усталостью тоже не всё так просто, как нам бы казалось. И вот мы попробуем сегодня с гостями обсудить, вот как исторически меняется представление об усталости, какие формы усталости признаются, то есть легитимируются, какие не замечаются, как это меняется, и на самом деле, что происходит в наши дни. И как происходят конфликты разных регистров усталости в разных социальных группах, в разных генерациях. И, в общем, тема бездонная, но постараемся. Я хочу представить наших гостей, я вот так вот начну. Наталья, простите. Стриевская или Ломановская? Ломановская, так. Извините. Я хотела зачитать ваше регистр. Минутку. Пускакала. Психолог, педагог, специалист театральной терапии. Дальше. Ольга Пинчук, социальный исследователь, сотрудник Центра тестовых гуманитарных исследований университета ИТМО, не знаю, как переводится, и Департамент Истории высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, и Наталья Долгорокова, филолог, медиевист, доцент школы филологических наук в школе экономики и PHD Париж-4, да, Сарбонна. Я Ирина Прохорова, главная редактор издательства «Ново-литературное обозрение». Вот буду сегодня модерировать. Коллеги, ну у нас тут такой звездный состав, психолог, социолог и филолог. Вот, так что мы будем говорить сейчас об усталости с разных точек зрения. Но всё-таки давайте мы начнём вот с этой увлекательной темы, которая выгорала, ну для которого, так сказать, да, это его, так сказать, лейтмотив всей его книги, о том, как на протяжении веков, ну условно говоря, значит, он вперёд, начиная со средних веков, знали ли люди, что такое усталость? А если да, то каким образом она формулировалась? То есть, да, где считалось, что люди имеют право уставать, а где нет? Ну давайте от вас. Ну, слово было. Слово было, это глагол ещё латинский, fatigare, fatigato, то есть люди знали глагол, но редко в средневековье говорили, что я устал. И вообще не всем сословиям в средневековье можно было уставать, по крайней мере, это было нелегитимно. Например, Горелла говорит, что воин, такое сословие достойное, и усталость воина, соответственно, это легитимная усталость. Воин устает, воин, чтобы поправить силы после какого-то боя, которые дают поесть, дают попить, дают поспать. А, например, крестьянам не дают поспать, или дают поспать очень мало. Плюс мы помним, что с 12 века у нас специальные колокола зовут, как почти в Советского Союза, в 6 утра, по-моему, это звонок. Играл, значит, но даже там не в 6 утра пораньше, в средневековье в Европе, бил колокол, что вот пора вставать. И крестьяне отдыхали очень мало, очень спали мало, там 2 часа он описывает какие-то очень жестокие условия. Вот, тогда, значит, воина, усталость легитимна. Плюс у нас есть свидетельство, я все-таки филолог, поэтому за литературу скажу. У нас есть свидетельство средневеков, авторов, которые в 12 веке, например, пишут, вот моя Мария Французская, которая занималась в прологе к сборнику ЛЭ, пишет, что я писала эти тексты ночами. Писала ночами, бессонными ночами. Можно догадаться, что уставшая она была, когда писала, значит, эти свои басни. Также некоторые авторы описывают труд крестьян. Например, Кретьен де Труа, французский трувер 12 века, описывает в романе Ивейн эпизод, когда 300 ткачих, значит, 300 ткачих ткут бесперестанно, долго, упорно полотно, и рыцарь наш славный Ивейн освобождает их от этого труда. Ну вот такие вот маленькие, маленькие примеры из литературы, когда все-таки у нас авторы уставали, и уставали вольно, и уставали крестьяне. В общем, все устают средневековье. Нет, это совершенно точно, но вот как раз вот этот очень важный момент, что низшие сословия, причем крестьяне. Ну, Викарабы пишут французскую реальность, западноевропейскую, и там крепостное право стало от некоторых регионов отмерять в 12 веке. Мы знаем некоторые страны, где это было значительно дольше. То есть за крестьянами не признавалась возможность быть усталым. И Горелла там, скажем, показывает, что более целый ряд крестьянских бунтов. И уже там к 16 веку, боясь возмущений крестьянства, стали уменьшать талью, то есть налог на землю, и вводить какие-то ограничения, потому что раньше сеньор мог погнать крестьян на любые тяжелые работы, не спросив их. И здесь приходилось как-то потихонечку отступать и ограничивать это. И мне кажется, что важный момент, и здесь может быть, да, Ольга подойдет, а, ну, мы понимаем, что христианская культура предполагала, вот как бы, там же еще есть одна категория достойных мучеников и, значит, усталых, это паломники и верующие, да? Так вот, что с их усталостью? Мне вот тоже показалось интересным в книге Горелла вот это вот, он говорит о том, что в Средневековье есть, кроме рыцарей, есть еще одна усталость, которая признается, это усталость паломников. И здесь интересно, что, на мой взгляд, да, я не историк и социолог, поэтому я больше про настоящее, но вот что, как бы, за что затепился мой взгляд, так это за то, что для рыцарей, возможно, Наталья меня поправит, но вот, насколько я поняла, как бы для рыцарей усталость, она признается, но рыцари ее преодолевают, и они как бы ее не показывают. То есть все знают, что они устают и всячески помогают, но поскольку они воины, они ее преодолевают, и они ее не демонстрируют. В то время как паломники, наоборот, образ, идеальный образ рыцаря здесь, это как бы человек с такими широкими плечами, с ровной спиной, с этим мечом огромным, который он держит в руке крепко, при этом идеальный образ паломника, мученика, это человек с опущенными плечами, босиком, с рваными штанинами, с изъеденным язвами лицом, да, и вот именно как бы такой, такая усталость, которая демонстрируется, которая доказывает, что человек прошел этот путь, да, и он приблизился тем самым к некоторой духовности, она как раз таки вызывает уважение, да, и вот мне кажется, что здесь как раз интересно, что как бы и там, и там усталость, но в одном случае, и там, и там она признается, но в одном случае она как бы не демонстрируется, а наоборот, да, как бы нужно ее каким-то образом, визуально, по крайней мере, внешне преодолеть и показать свою силу, вот, а во втором случае, как бы, она демонстрируется наоборот, вот, вот, но там еще есть интересный такой тоже сюжет, о том, что паломничество не всегда, это мученичество, оно не всегда становится, как бы, результатом волеизъявления человека, а также становится некоторым наказанием, когда человек совершает некоторые преступления, то служители церкви, они, как бы, отправляют в паломничество человека, для того, чтобы он искупил свои грехи, да, то есть, вот эта усталость в процессе этого пути, это изнеможение, изнеможение, прошу прощения, оно становится, как бы, именно тем фактором, который, как бы, противостоит совершенному преступлению, вот, то есть, уже здесь, как бы, усталость тоже, ну, как бы, имеет некоторую развилку, даже там, где она замечается. Я могу продолжить эту линейку, посмотрите, рыцарь, это тот, кто обеспечивает безопасность, поэтому, он в почете, главное в те годы, это безопасность, то есть, сила, безопасность, и ему нужно, как бы, потратить эту силу, и нужно, как бы, задобрить его каким-то образом, чтобы он это дело тратил, и поэтому его, к нему относятся с уважением, и его усталость, она уважаемая. А почему же уважаемая усталость паломника? А потому, что он с Богом договаривается, это тоже важнейший мотив того времени, безопасности тоже, потому что в пирамиде потребностей, безопасность, как вы понимаете, на самом главном, находится месте, на самом фундаментальном, если нет этой потребности, не удовлетворена, то все остальные вообще неинтересны. И вот мне кажется, что это с этим связано, что общество еще достаточно примитивное, поэтому главное, это обеспечить физическую, какую-то безопасность, плюс договориться с Богом. Вот вам, пожалуйста, эти два момента. Там есть еще одна категория, довольно неожиданная, значит, труд дниших сословий вообще не учитывается, но путешествующие, усталость путешественника тоже легитимированная. Он, скорее всего, паломник. Нет, не только, но там купцы, вот эта торговля и все прочее. То есть, если мы их еще посмотрим, то все-таки усталость дозволена высшим сословиям. И рыцари нисколько защищали крестьян или другие сословия, сколько это была привилегированная страта, которая, наоборот, устраивала набеги, как известно, на крестьянские, в охота и так далее. Но это как бы культ рыцарства, но это... Ну, он же набеги устраивал на своих, а с кем он устраивал эти набеги, им-то прибыток был. Это как бы лучший способ обороны это нападение, поэтому, мне кажется, рыцарь это вот все-таки в основном как мера безопасности, потому что он же... Надо было ему служить, потому что если ты к какому-то рыцарю не относился, к какому-то королю не был вассалом, то тогда ты вообще просто погибал. Ну, там, кстати, очень интересно описываются рыцарские турниры, где как раз нельзя было показывать усталость. И доблесть была, и там даже в договоре, когда бились между собой рыцари, значит, договаривались, сколько ударов сможет нанести. И надо было это доказать. То есть, на самом деле, это такой, в общем-то, это не примитивный, довольно сложный, специфический мир с большим разрывом социальных стран. Но вот интересно, да, то, что показывает Вейгарелла, как постепенно происходит эволюция чувств, как вообще через призму усталости. А вот что происходит дальше? Возрождение, новое время, да? Вот, если вы помните, как меняется вот этот регистр чувств? Я хотя не знамисто, но что могу сказать, вот от XII века, да, от этого колокола, который призывает к работе, с XV века появляются часы в Европе, и, соответственно, время начинает более течь быстро, все убыстряется, все ускоряется, ну а дальше, когда появляется секундная стрелка, а потом, что говорить, механические часы, то начинается уже время, так сказать, как если рекорды вспомнить, время церкви переходит ко времени купцов, ко времени торговцев. И время, как мы знаем, деньги, да, и вот это вот начинается уже культ времени, культа денег, культа скорости, и, соответственно, усталость тоже уже более ревитимизируется, и теперь устают и купцы, и эта усталость доходит до того, в XIX веке, а потом в XX веке, что знаменитая фраза Декарта Когита Эргасум, да, я мыслю, следует, существует, меняется на Фатигар Эргасум, да, то есть я устал, следует, существую, если ты не устал, значит, ты не работаешь, если ты не работаешь, значит, тебя как будто и нет, так ты и не ешь. Мне еще показалось интересным, если я не ошибаюсь, это как раз Вигарелла описывает в «Новом времени», когда он описывает такую интересную картину, значит, что люди, которые были заняты в некотором таком труде, как бы адвокаты, или вот вообще, по-моему, в «Новом времени», да, начинается вот это вот некоторое, как бы, уважение возникает к бюрократической, какой-то административной работе, и вот он описывает такую картину, что, значит, едет в наставление, не помню уже источник, но вот, значит, наставление к таким деятельным людям, вот если адвокат едет на, там, в карете открытой, да, и чтобы, то есть вам, конечно, хочется отдохнуть, да, в это время, пока вы едете, но этого делать не стоит, поскольку на вас смотрят другие люди, вам нужно показать, что вы деятельные, занятые, и поэтому откройте там, да, какой-нибудь, какие-нибудь бумаги возьмите с собой, да, едва поднимайте, да, взгляд, и, там, как-то коротко поздоровайтесь со знакомыми, чтобы люди видели, что вы заняты, и, значит, вы востребованы, что вы устаете, у вас нету времени даже отдохнуть в поездке, и я, у меня, понятно, что это, как бы, очень так утрировано, но у меня такая, такой мостик проложился, как бы, к современности нашей, когда, там, тот же Инстаграм, как некоторая, все равно такая витрина нашей публичной жизни, где, ну, как бы, часто смотришь на коллег, вот я, ну, как бы, за себя могу сказать, еще вот раньше, когда активно все пользовались, смотришь, в соцсетях человек, ну, просто постоянно занят, ну, постоянно продуктивный, и думаешь, ну, как же это вообще, постоянно человек что-то делает, и вот мне кажется, это очень интересно, что вот такая тоже, как бы, публичная усталость, такая демонстрация усталости уже, как бы, в новом времени тоже, как бы, считается таким инструментом, что ли, как бы, повышение, наверное, своей востребованности, да, или как-то привлечение к себе внимания, как специалист. Я просто хотела сказать, что очень важно, что складываются вот эти новые социальные страты, адвокаты, то есть бюрократический аппарат с усовершенствованием государственного, да, появляется совершенно новая страта. И, кстати, там очень интересно про Ришелье, который, значит, будучи листательным политиком, работал действительно невероятно и уставал, и там очень интересно, что он любил попрыгать, значит, в модуль дворике по рояле, чтобы его никто не видел, да, нужно немножечко в себя прийти после, да, но это очень интересно, как с появлением новых социальных групп появляется, как бы, новое понятие усталости, которого предыдущего не было. но, 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 вы знаете, вот то, чего я не нашла, между прочим, векарелла, или это очень мало, это, кстати, у нас феминизм еще можно, да, обсуждать, можно, в воском кругу, на самом деле двойная нагрузка на женщин, вот, между прочим, там все время говорится про крестьян, там, про рыцаря и все прочее, и любопытно, что про женский труд, про женскую усталость там практически нет, вот там немножко про фабричных работниц говорится, да, но вот эта проблематика, что женский труд, как раньше труд крестьян, вообще, как бы, не рассматривался, да, и усталостью, и на самом деле эта проблема до сих пор, которая, конечно, высказывается, но тем не менее очень спорная, вот любопытно, что как раз вот здесь мне показалось отсутствует довольно важный класс, в виде проблем усталости. Будучи французами решили не связываться, поэтому эту тему так обошел, но это же, понятно, он же пишет о Средневековье, и понятно, что женщины... Ну, это до XX века вообще, до XXI века, люди не дошли, женщины же вообще вот в новое время, тем более в Средневековье, да и весь XVIII век, они же вообще за людей не считались просто-напросто. Главное же, они же рожать должны были постоянно, это же была К-стратегия рождения, Р-стратегия, наоборот, чем больше родишь, кто-нибудь выживет. И тут это было важно для пополнения популяции, и там, скажем, она успевала работать, ну, конечно, по дому в основном, ну, крестьяне, понятно, она во все это была вовлечена, но у нее же не было прав, особенно во Франции, во Франции же женщина очень поздно даже права голосования получила, гораздо позже, чем в Англии, например, лет на стол, по-моему, если я правильно. Нет-нет, в начале XX века суфражистки требовали, да, а француженки в 1948 году только получили право голоса. Хотя, знаете, ну, вот это очень интересно, мы немножко отвлекаемся, но Вера Хайна-Мильчина замечательное исследование, с одной стороны, это парадоксальная история, что формально у французских женщин было меньше прав, но их участие в социальной, политической, и прочей жизни было больше, чем у российских женщин. Неформально, гораздо. Есть такой замечательный писатель, Герда Ненос, который очень юмористический писатель, очаровательный, и у него есть такое сочинение, дневник майора Томпсона, или Керне ду Мажор Томпсон, может быть, вы читали, и он там очень смешно сравнивает, у него была жена сначала англичанка, а потом француженка, ну, как бы, в этой книжке, и там он сравнивает английских женщин и французских, потому что английские женщины уже имеют все права, но ни на что не влияют, а французские женщины не имеют никаких прав, но все равно все это делается в салонах, в куртуазмах, где-то там, в каких-то гостиниках. Ну, вот как раз книга Мельчина, да, Париж, 1848, она же там показывает воспоминания российских путешественников в Париж, и они были поражены, как много женщин работает, там, фонарщицы, билетерши, да, значит, большое количество профессий, в которых женщина участвует, а в России, он говорит, такого совершенно не встретишь, это невероятно, да, потому что и в тавернах, и все прочее, да, это интересно, а с другой стороны, Галина Ульянова в книжке магнатки Купчихи, значит, и как там еще, показывает, что, с другой стороны, имущественных прав у российских женщин было намного больше, то есть, они могли наследовать состояние, не передавать мужу, преданное оставалось за ними, они управляли имениями, они могли переходить из сословия в сословие, в смысле, да, если крестьянка, она может стать купчихой, и незамужняя девушка может торговать, а во Франции только вдовы могли этим заниматься, но, с другой стороны, консервативизм жизни, это все ничего неизвестно, потому что эта сторона, в том числе, усталость женщин, не принимается во внимание. Это довольно интересный фономет. я хотела бы тоже про усталость женщин добавить, у Игорелла правда этого очень-очень мало, но вот, например, мы знаем в социальных науках, это тоже отдельно исследуется, не очень обширно, но тем не менее, например, Андрей Хокшильд, это такая американская исследовательница, у нее есть книжка, которая таки называется «Вторая смена», собственно, где она, она, конечно, не использует терминологию, но это очень интересно, потому что в последние дни я как раз читала книгу Игорелла и это такой удивительный эффект, ты начинаешь смотреть на все вокруг через призму усталости, то есть даже какие-то исследования, которые я сама проводила, мои коллеги, которые я читала, все как бы и вот эта вторая смена, собственно, она была многом про это, что женщина, которая приходит с работы в семьях, где оба родителя работают, она еще после этого в общем работает дома и это как бы вот эта вторая смена, она просто само собой отдается женщине и при этом не признается, часто даже не обсуждается сам факт того, что она, в общем, устает, получается, как бы также на работе, да, особенно, конечно, здесь, ну, тоже немножко, может быть, отвлекаясь от Фемерелла, здесь как бы вопрос еще про заработок, то есть, как бы нередко вот в этих взаимоотношениях возникает как раз, как бы получается, что если иногда получается в некоторых контекстах социальных, да, что если ты больше, например, мужчина в паре зарабатывает больше, значит, как будто бы он больше устает, при этом женщина может работать по количеству часов не меньше, ее труд может быть не менее тяжелым, но при этом она просто будет меньше зарабатывать, то есть, как бы финансово делать меньше вклад, и как будто бы она при этом меньше устает, что ли, да, и ее усталость менее ценно, и поэтому она еще берет на себя вклад через досуг, в смысле будет, да. Получается, что женщина в некоторых смысле выступает как рыцарь, но без признания ее доблести, она не должна уставать, да, но при этом и на в некоторых турнирах никакой маленькой инстанции не получать. Да, ну, я хотела бы вот вернуться к Викарелло, но мы в нем нашли то, чего у него нет, что важный момент. А все-таки это интересно, вот, 18-19 век, момент, начало индустриализации, и что там происходит? Вот там очень интересно как бы описывается восприятие людей, да, усталость чего? То, о чем раньше не говорилось. Ну, как бы, вот что, то есть, как бы это вроде бы непонятно, но когда там приводится масса интересных цитат писателей, значит, мыслителей или политиков, ну, как, начинается такая постепенно городская жизнь, которая разрастается и становится невероятно интенсивной. Машины задают ритм. И машины, и как бы развитие прессы, и там, значит, показано, да, что приводятся цифры, что там в 1813 году, значит, надо найти, это очень интересно, сейчас, ладно, я потом чуть позже, да, там, за полстолетия количество там прессы возрастает в три, в четыре, в пять раз и все прочее, да, и вот это невероятные там паровозы, то, все, и все фиксируют бесконечную усталость возмущение шумом городской жизни. Скопление людей, это интересно, да, что Вегерала пишет о том, что вот, как бы, города разрастаются, да, это 18-19 век, это, в общем, то, наверное, в чем мы сами сейчас живем, и казалось бы, да, что это какой-то, ну, вот сейчас у нас такие большие города, столько машин, и вот мы, как бы, нередко ведем все равно даже вот такие частные разговоры о том, что вот от города, большого города, мы устаем, ритм города, да, и так далее, но, как бы, оказывается, что и в 18-19 веке тоже, в веках, как бы, тоже уже, когда только начинали города как бы формироваться и расти, уже тогда люди, в общем, замечали на себе вот это влияние города, но, кроме этого, конечно, индустриализация, это тоже отдельный такой процесс, который делает в определенном смысле заметный труд рабочих, да, с одной стороны, с другой стороны, их усталость, но вот мне показалось тоже интересным, что Вигарелло привозит определенные цитаты и размышления о том, как устают рабочие людей, которые, авторов, которые, как мне удалось понять, сами никогда не работали именно, как бы, физически, да, то есть это, как, ну, часто бывает, мы пытаемся что-то, влиять на что-то, что-то изменять, что-то осмыслять, когда не имеем, собственно, такого опыта и понимания. И вот начинаются первые подсчеты, как же, вот, значит, сколько операций там, рабочие могут сделать, не могут сделать, да, как бы физически, насколько я еще помню, то есть психологического аспекта, как такового, еще нету, но физически уже начинают измерять, да, и там еще есть отдельные, отдельная линия про детский труд, да, и в какой-то момент во Франции, не помню год, но издается первый указ о том, что дети, ну, до этого в шахтах работают дети в четырех лет, которые выполняют операции очень, ну, простые, вероятно, но очень монотонные, то есть они раз в какой-то период открывают в шахте, например, какую-то там задвижку, вот, но в какой-то момент, по-моему, это 19 век, но я не помню, к сожалению, даты, издается первый такой, как бы, на государственном уровне указ, который, как бы, ограничивает труд детей, вот, в том числе, потому что, как я поняла, на таком социальном уровне начинается осмысление вообще какого-то будущего, вот, интересно было бы, Викарал об этом не говорит, да, но вот в какой-то момент вот это вот будущее и какое-то планирование, что ли, того, как мы будем жить дальше, как наши дети, да, которые сейчас там, в четыре года работают, как бы, новое поколение работают на шахтах, устают, естественно, болеют и так далее, как бы, что будет с ними дальше, и вот, как бы, совершать такие первые шаги с одной стороны к обсуждению длительности рабочего дня, с другой стороны к ограничению детского труда. Ну, ведь он говорит, как раз очень важно, что вот на рубеже 18-19 века происходит, ну, вот то, что, да, сентиментализм, романтизм, а на самом деле это такая эволюция чувств, да, так сказать, вот, жалость к падшим, жалость, так сказать, несчастным, и, да, Руссо, конечно, да, концепция детства, то есть этот порог толерантности к усталости и прочее, да, вот он, как бы, становится выше, и это тоже очень важно, и тут, вот, как мы знаем, в начале 19 века начинается борьба за отмену рабства, это все такие очень интересно связанные моменты, и в том числе, вот, если смотреться по спризму усталости, это уже разговор о том, сколько люди работают, как они вообще, и как вообще существуют, да, но вот я хотела привести цифры, мы в наш период пережили этот информационный взрыв и революцию, да, и, значит, вот вам, в фейсбуке, тиктоке, то-се, и, значит, старшее поколение кричит в ужасе, какой кошмар, какой это, дети вот, ничем не занимаются, только смотрят, потом у них голова не работает, так далее, очень интересно, вот, значит, цифры, количество газет, количество газет Германии в 1833 году было 780, а в 1855, то есть через 20 лет, 2500, ну, для того, периода того времени, это просто такая революция информационная, во Франции в 1827 году 132, а в 1866 году 163,734. Совершенно понятно, что для людей, да, столкнувшихся с этим инвестиционным, конечно, они себя чувствовали ровно так же, я так понимаю, и пишет, по-моему, Бальзак, Золя, а, Золя, было бы очень хорошо не таскать весь шум век у себя в черепе, сегодня голова человека очень тяжела от ужасающего нагромождения всякой всячины, которое ежедневно наполняет журналистов, ну, и дальше бесконечные ломентации, там, о том, что вот какой ужас, ну, сейчас бы мы сказали без духовности, да, но в некотором смысле, как вот циклично, циклично происходит эти в новом времени вот эти этапы, когда происходит шок и невероятно утомление людей, потому что они не привыкли к этому стилю жизни. А вы что-то ищите, да, Наталья? Упорно хотите, да? Я хотела искать здесь про женщин, все-таки хотела как-то выгородить Вигарелла, нашла у него все-таки чуть-чуть есть, он приравнивает, я все-таки за медиалистику вырвусь немного, он приравнивает интеллектуальный труд, женский интеллектуальный труд, вот он цитирует здесь Кристину Пизанскую из 15 века, и цитата такая показательная, в которой интеллектуальный труд приравнивается к физическому, вот Кристина говорит, он дает ей слово, все-таки, написав книгу о граде женском, я мечтала о праздности и отдыхе, как человек, закончивший такой большой труд, все мое тело было изнурено с той длительной и непрерывной работой. Вот, дальше он чуть-чуть, по-моему, про медсестр вспоминает, вот в этих ковидных госпиталях, да, которых усталость вообще не замечена, но и вот так вот мы чуть-чуть перепрыгнули, если вернуться, еще в 19 век, интересные мысли про появление психологии, про проявление неврастения, и вот от этих всех шумов ускорения времени, городской жизни, у людей развивается неврастения, и начинается всякая такая психологическая усталость, под которую можно подвести такие диагнозы, как неврастения, истерия, ну и сейчас, если воспользоваться психостемией и модное слово выгорание, у него есть тоже глава про выгорание, что сейчас считается очень актуально, особенно в конце года, в декабре в Москве, вот, так что здесь еще и психологически интересные главы, но я здесь думаю, Наталья про психологию больше скажет, чем я. Интересно сказать такую вещь, что, например, Пушкин, язык, которым хорошо изучены, все слова посчитаны, сколько бы он их не произнес, в любых источниках, как вы думаете, сколько раз слов психологии он употребил? Не было такого слова. Ни разу, ни разу. Слово психолог употребил дважды, в маленьких трагедиях еще не помню где. Вот, короче говоря, ни разу не употребил, но Пушкин, если кто и был психолог, так, честно говоря, он и был для своего времени, потому что его описания настолько точны, всех чувств, эмоций, они настолько точны, что мы до сих пор о ней пользуемся, забываем, что персонажа этого не было в живых, это просто придуманный им человек, но так точно придуман, что мы свои чувства проверяем, чувства Миленского, Татьяны. Это вообще свойственно хорошим писателям. Да, хорошим писателям. так вот тогда слова психологии даже и не было вообще, потому что было не до этого, потому что война все время была и жуткие болезни, от которых уходила куча людей, всячески, ну, во-первых, там эти дорожные жалобы Пушкина все читали, понятно, что транспорт был чудовищный, питание было плохое, лечили, тоже непонятно как, и от этого было очень трудно жить физически, поэтому было не до чувств, когда у кого-то удавалось там в каких-то чувствах ненадолго погрузиться, ну, вот до нас эти вещи. Давайте смотрите, да, как бы трудно себя представить сейчас, что женщина рождает там, да, скажем, 7-8 детей, и из них, простите, 5-6 хоронят. Да. И, как бы, это не то, что она не переживает, она плачет и все прочее, но представить нам себе, да, сейчас, что если мы теряем больше часть своих детей, нам кажется, что все, мы больше прожить не можем. Из одного, например. Я имею в виду, что сама потеря для нас, да, это совершенно другой уровень чувствования, а тогда это было, да, плакали, шли, но это как была вот, ну, вот, проза жизни, да, ну, вот, что поделаешь. Так что с психологией тогда было сложно, но психология появляются в конце девятнадцатого века, дожили до того момента, уровень жизни улучшился, каким-то образом появились какие-то поддержки другого рода, и дожили до того, что стали, как бы, глубже анализировать чувства, собственно говоря, впервые, ну, это как бы нескольких людей произошло, но главный из них понятно кто, Зигмунд Фрейд, который, хотя и был австрий, но учился там в Париже, понимаете, без Франции никакой психологии бы не было. Это та страна, где она должна была появиться, потому что наиболее тонкое восприятие было именно там. И даже понятно, по каким причинам, но о чем люди задумались, не один Фрейд, что, ну, вот, я, вот, люди какие-то странные, вот, есть люди, надо их опасаться, потому что они говорят одно, делают другое, и с ними неудобно, и опасно даже жить. А потом вдруг подумают, а я же тоже так иногда делаю. Говорю, да, ну, делают другое, причем я хочу сделать то, что я сказала, а делаю другое. И тогда что же получается, я тоже тоже плохой человек, оказывается. И вот тут возникает категория бессознательного, и тут же подтягивается Пруст, подтягиваются вот эти вот какие-то бесконечные описания, каких-то тонких переживаний, едва уловимых, только за хвост поймал, уже уходит куда-то. И тогда Фрейд начинает искать вот эти входы в бессознательное. Ошибки, оговорки по Фрейду, забыл что-то, куда шел. Вот это все вдруг поднимается, как важная материя. И начинается вот такой поход в психологию с этого момента. А вы знаете, я хотела спросить вас, вот Игорь Луна от этой части есть, но это не главное. Но вот, знаете, есть такой интересный парадокс 20 века, что с начала 20 века действительно, начинает психоанализ, опять же, весь регистр чувств появляется, описывается, появляются слова, казалось бы, вот это переходит на уровень. А дальше идут две чудовищные войны, кошмарные, которые просто, как был кишок. Вот интересно, как это одно с другим сочетается? Ведь мы знаем, что между воинами продолжались эти повиски, после войны, углубление вот этого регистр чувств. И при этом война, это всегда страшная археизация, как мы понимаем, скатывание в абсолютное, через несколько ступеней цивилизации вниз. Я просто задаю вопрос, как бы к вам, а как это вообще может сочетаться в севолюционных процессах? Значит, шепот робкое дыхание, а с другой стороны, вот, значит, этот полный ужас тотальных войн. Личность всегда опережает в развитии общества. Одна уникальная личность всегда опережает то, что в каком-то смысле, но это, конечно, такая немножко метафора, ведь один придумывает то, как жить нельзя, надо вот по-другому. И придумывает один человек, а потом дальше общество это подхватывает. В этом смысле каждый из нас это уникальное явление. Я просто, это та психология, которой я занимаюсь, которая мне интересна. Во главе этой психологии стоит такая аксиома, она не доказана, ее пока нечем доказывать, но это то предположение, которое, как бы, мне позволяет вот развивать определенные, там, мотивы в психологии. И в том, что личность уникальна абсолютно. И вот этот уникальный поиск, он, конечно, идет в сторону гуманизма. Но общество, к сожалению, отстает, потому что не каждый член общества находится в нормальном состоянии, потому что в человеке есть животное и есть человек. Во всем ликопитающие, это никто не отменил. Но у нас есть психика. Психика — это что-то другое. между психикой и биологией есть непроницаемый барьер. Простите, в этом формате я могу только так штрихфунктиром говорить. И вот этот непроницаемый барьер между психикой и биологией. Биология развивается тоже как-то, но не сильно. Она, собственно, как была, так и есть. Ну, там, от инфузории туфельки как-то пришло большое изменение, а уже... Не знаю, на самом деле это очень интересно, что изменение структуры питания показало, что за 500 лет челюсть наша стала намного уже. Почему на зубы мудрости не вырастает? Да? Вот вам, пожалуйте, даже биологически довольно сильно изменилось... Но мы сравним к скорости изменения челюсти сильно отстают от скорости изменения того, что человек интеллектуально и психически внёс в развитие социума как такового. Слушайте, а вот можно я уменьшу спрашивать? Да, 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 извините, Радима. Я не сказала то, что я хотела. Простите, ради Бога. И дальше идея такая, что каждый человек имеет своё уникальное возможность повлиять на социум. Только некоторые до этого не доживут никак. Это можно сделать, этим процессом можно управлять. И, собственно говоря, психологи, которые этим занимаются, они помогают людям найти вот это своё уникальное призвание. Складывается это уникальное призвание из определённых доминант тех признаков психологических, которые есть у всех людей. И уставание, оно разное бывает. Это уставание от того, что ты сидел думал много часов, у тебя голова вспукла, а от того, что ты копал, может быть, тоже у тебя уставание. И это разные части личности в этом принимают участие, включая и как бы физический аппарат. Ну вот я просто продолжаю отвечать на тот вопрос, как же сочетается тонкая работа Марселя Просто с жуткими войнами. Ну вот когда у человека отключается психика, то он очень сильно впадает в конкуренцию, в какие-то конкурентные процессы. Он пытается себе что-то выиграть, включая примитивными способами. И получается, что может доиграться и до серьёзных войн. И тогда это уже как бы не совсем человеческий какой-то процесс идёт. Но они же кончаются, а потом как бы возрождается какая-то возможность продвижения психики, какого-то нового этапа. может быть как социолог, да? Вот мы можем считать, что мы уже как бы рассуждаем, Игорева говорит о 20-21 веке, но про выгорание я думаю мы долго не будем говорить. Все это прекрасно понимают. А вот очень интересно, а можем ли мы считать, что сосуществование разных социальных страд несёт с собой и разные регистры чувствования. И я не знаю, мы как раз с Натальей до начала начали разговаривать и просто говорили о том, что вот эта новая информационная революция она на наших глазах привела столкновение старшее поколение и младшее. Младшее легко вписалось сразу в эту эморфационную революцию. Простите, это наблюдение уже к человеку. Родилась у меня внучка и если рядом она только-только сидеть едва могла. Если положить мишку и гаджет, она брала гаджет. Это был очевидный момент. И при этом довольно многочисленное старшее поколение, которое переживает тот же шок, что шум, ужас, не пойми, что такое, вообще мир рушится. Вот как в обществе происходят эти внутренние отношения? Во-первых, конечно, в разных социальных контекстах, на мой взгляд, я этим специально не занималась с опорой на свои исследования и чтения, которые у меня было, в разных социальных контекстах по-разному идентифицируют разные эмоциональные состояния. и некоторые эмоциональные состояния, они легитимны. Например, я замечаю сейчас, что у моих студентов, которым 20-25 лет, для них нормально и вполне легко сказать о своем эмоциональном состоянии. Они могут просто написать и сказать, Ольга, у меня такие-то психологические проблемы сейчас, я, к сожалению, не могу выполнить задание, можно мне еще на один день налить дедлайн. И я понимаю, что это, я верю своим студентам, я понимаю, что это не связано просто с оплыниванием, это определенное ощущение и восприятие своего психологического внимания к нему, к своему здоровью и к психологическому состоянию. В то же время, для более старшего поколения, опять-таки, это очень вобщенно, потому что в разных поколениях, в разных возрастных группах есть очень разные люди, которые как бы росли и работали, социализируясь в разных контекстах. Но, если говорить, наверное, очень-очень обобщенно, то, наверное, для даже моих родителей не очень приемлемо просто вот как бы апеллировать к своему психологическому состоянию. Поэтому, конечно, и то же самое вот то, что связано с гаджетами. Есть такой термин, как цифровая усталость. И это, в общем, все как бы тоже связано с тем, насколько мы погружены вот в эту как бы цифровую среду. И поскольку у нас, даже у моего поколения, хотя мы росли без телефонов еще даже, у нас все равно уже как бы какая-то устойчивость к этому выстраивается, поскольку вся работа там, для моих родителей это уже непонятно. Если они будут в таком количестве чатов сидеть, то, конечно, они, наверное, будут все очень плохо чувствовать. Но да, отвечая на вопрос, конечно, даже в одном обществе, в одно время здесь Вигарелло, он, конечно, допускает намеренно вот некоторую такую как бы издержку своего повествования, что он очень сильно обобщает, что понятно, потому что он такими широкими мазками по большому как бы период времени идет для того, чтобы все это положить в такую небольшую книжку. Но мы должны понимать, что в любом обществе всегда есть некоторое как бы разное разный способ восприятия эмоционального состояния и плюс как бы легитимации разного, в том числе усталости. Да, вот мы тоже говорили немножко до и вот я, например, могу сказать, что в некоторых средах, например, по рабочей среде, если ты как бы работал, опять-таки я очень обобщаю, если ты работал и ты как бы не устал, например, ты где-то там спрятался, да, за там станком и ничего не делал, вот, при этом вся бригада тянула как бы за тебя всю смену, то, очевидно, это не будет вызывать уважение у твоих коллег, да, но в некоторых других средах, где, например, как бы люди меньше заняты физическим трудом, больше как-то взаимодействуют с информацией, да, то, опять-таки, это такое наблюдение, то где-то наоборот, может быть, если ты, например, много денег заработал, но при этом ты не устал, да, ты вообще там час поработал и заработал большое количество денег, ты, как бы, это твоими друзьями, коллегами, товарищами и того самим будет восприниматься как некоторое, ну, прямо, действительно, достижение, то есть... Это паровата, это, это как, знаете, когда человек на экзамене получил пять, он выходит и говорит, да я вообще нифига не делал, гулял, все, сейчас пришел, достал билет, а человек, который получил два, говорит, я сидел, учил, вот ко мне придрались, я думаю, что здесь есть такой момент, знаете, но, Наталья, мы вас как-то забили совершенно, если читать Горелла и как-то наблюдать ситуации, которые происходят сейчас во всем мире, но все-таки есть ощущение, но это как бы не до нас было открыто, но это просто сквозь призму усталости очень интересно смотреть, что вот такие социальные катаклизмы, они всегда приходятся на столкновение вот таких бурных революционных процессов технологических, интеллектуальных, где сталкиваются вот это происходит слишком внезапно и сталкиваются два поколения или социальные группы разные, да, или классы. Мы столкнулись два поколения, до этого такие перемены шли через несколько поколений, это впервые, это действительно очень тяжелая нагрузка. Ну, если почитать историю как все 19 века, то это очень похоже, это видно из литературы, да, но слушайте, извините, все мурыжили отцов и детей Тургенева, но если посмотреть через некоторую новую оптику, вот там происходит, да, ну это что, реформенный период, да, жизнь переломилась невероятно, да, это был абсолютно эволюционный процесс, когда весь уклад жизни, старые классы и все прочее, все, значит, вздыбилось. и вот этот конфликт старшего поколения, да, естественно, из Николаевской эпохи, с крепостничеством, со всеми этим сложным, да, сталкивается с абсолютно новой реальностью, довольно драматической и трагической для многих. вот, не дороже, не красава, говорила, одним концом по баре, но другом по мужику, эти все реформы ударили. И в данном случае, если посмотреть весь этот конфликт поколенческий, вот, да, через нашу современную оптику, там старшее поколение, естественно, в ужасе, и, значит, как будто все бегут, несутся какие-то пирамиды финансовые, значит, бог знает что, и они все равно, вот у них депрессия, у них стресс, это новое слово, конечно, появившееся недавно. Мне кажется, это такой вот, да, вот мне кажется, тот консервативный поворот, который мы видим по всему миру, во многом обусловлен это, большое, ну, процент старшего поколения, и не всего, конечно, да, который совершенно просто, вот, но пытается вернуть какое-то подобие комфортного стеца. Ну, слушайте, да, люди считали на счетах, я хорошо это помню, да, вот это, значит, бухгалтерия, где сидит 25 женщин, считающих на счет, какие-то логарифмические линейки, и все прочее, а потом, значит, бац, в течение 10-15 лет вообще все переворачивается. Наталья, давайте вы что-то скажете. А я устала уже. А нет, ну, у меня была идея тоже и дать вопрос, поздавать публике, я думаю, в этом чуть позже. А, уже. А вы не скажете ваше последнее слово? Мое последнее слово. Ну, вот про усталость тоже можно добавить, про COVID-19, хотя бы по французскому стути, можно сказать, в общем, COVID-19, на котором, в общем, обе горелла и заканчивает, и который тоже по нам ударил, и я помню, у нас в университете, вот в вышке, мы перешли на это зумное обучение, и вот это тоже формат зума, старшее поколение моих коллег просто очень уставало, и студенты уставали от этих зумов, и вот от этого формата, и как будто бы вообще после COVID-19 мы стали больше уставать, и выгорело, как будто на последних страницах тоже дает какую-то статистику, что вот COVID-19 принес какой-то новый тип усталости, и что дальше, а он, кстати, когда писал, как будто бы он его не, он еще не прошел, столько лет, то есть я так поняла, что он в конце надеется, что он пройдет, вот, не знаю, хотя вроде издание 24-го года переводит, то есть, а, ну то есть вот он пишет прям в COVID-19, он пишет в COVID-19, и он еще не знает, чем кончится, и он говорит, что вот мы входим в новую эру, и с усталости нужно что-то будет делать, и усталость какая-то новая, ковидная, и постковидная нас ждет, вот, но вроде мы с ней справились, сейчас через 4 года, можно сказать, вроде и Zoom параллельно, ну что там ждет нас, не знаю, в общем, если у вас есть вопросы, дорогие слушатели, я думаю, что мы можем поотвечать на них, да? Теперь все говорят, верните нам ковид, подождите, может еще будет? Да, пожалуйста, а мы шкафом дадут? А, давайте. Нет, что-то. Поздравляю. Да, спасибо большое за прекрасную беседу. Собственно, к вопросу про две мировые войны и реакцию индивида на это, и как раз к теме усталости, я думаю, не лишним будет упомянуть Юнгера, ветерана как раз двух мировых войн, не спрашивайте, с какой стороны, вот, его книгу «Уход в лес», ведь он как раз рассуждает на тему реакции человека раннего модерна на две мировых войны, и на последующие за этим информационную волну, вот эту всю, и он там, собственно, как раз и предлагает уходить в лес подальше от, ну, ментальный уход в лес подальше от цивилизации, как раз, и отмечает, что потребность получать новости каждый день это самый признак страха, и это огромный фактор уставаемости. Вот, а вопрос, собственно, формулируется следующим образом. В средние века как-нибудь общество реагировало на усталость? Считалась ли она чем-то постыдным, как проявление лени, или чем-то естественным, и, соответственно, как общество с уставшими людьми работало? Оно их поощряло, порицало, или как-то поддерживало морально? Спасибо. Мне бы нравился вопрос, я поэтому буду аплодироваться. Вообще, вы полвечера об этом говорили, но можно повторить. Никто никому меня этого не сделал, поэтому я больше ценю ловко. Но так как это мой студент, то я думаю, мне придется ответить на мысль. Да, значит, усталость в средневековье, мы, по-моему, с этого начали, вот с Ирины, что она была легитимна, если это была усталость воина, усталость рыцаря. И, кстати, вы помните, мы с вами читали песни о Роландии, и Роланд такой, ну, рыцарь не рыцарь, но, по крайней мере, такой воин до рэксеранс во французской литературе. И, если вы помните, Роланд-то умирает на поле боя за Францию, за сладкую Францию, не от рана, а от усталости, да, то есть, от перенапряжения. Вот, и поэтому, да, усталость воина, это нормально, это легитимно, усталость крестьян, это нелегитимно, это не описывается в источниках, практически, и это никого не интересует. То есть, воин уставать может, вот мы тоже говорили о паломниках, да, паломник устает ради Бога, за Бога, и даже за некоторых богатых людей ходили в святую землю, там, да, замаливать чужие грехи, то есть, это тоже хорошая, правильная усталость. И вот эти вот два типа, рыцарская усталость и паломническая усталость, описывается в Игорелло, все остальное крестьянское нет, только он дает слово простым, так сказать, вот этим рабочим крестьянам, когда говорит про новое время уже, да, про буржуазное, там он Залям много цитирует, это усталость шахтера, смерть шахтера, вот, но это уже новое время. Еще вопросы? Спасибо большое. У меня вопрос, скорее, ну, говорит ли Игорелло об отдыхе? И могли бы вы прокомментировать в какой-то исторической перспективе именно какой-то вопрос об отдыхе? То есть, вот сейчас, мне кажется, много говорят о том, что есть правильный и неправильный отдых, то есть, условно, посидеть в ТикТоке это неправильно, потому что ты еще сильнее устаешь. И был ли какой-то, ну, как работали с этим вопросом на протяжении долгого времени? То есть, думали ли о том, как правильно отдыхать? И там, сейчас говорят, что физический отдых это хорошо, но когда-то, понятное дело, целый день в шахте, то физический отдых это, ну, в смысле, спорт какой-нибудь, это так себе, и вот, было бы здорово, если бы вы могли это прокомментировать. Спасибо. В исторической перспективе, наверное, Наталья здесь дополнит, но вот, насколько я помню, Викарелло, он говорит о том, что все средние века и, по-моему, даже новое время доминировала теория про жидкости в... Да, да, да. Морально. Да, да, в жидкости в теле и что, если человек устает, то он, как бы, это означает, что он потерял эти жидкости и, соответственно, чтобы восполнить, как бы, свои силы, нужно, как бы, восполнить жидкости, да, и, насколько я понимаю, в это время не было идеи о том, что нужно, например, поспать, как бы, что сон, да, также компенсирует силы, ну, по крайней мере, вот, это не было, ну, какой-то доминирующей идеей. веку вот эту вот основную теорию, связанную с жидкостями, как бы, вытесняет уже и в том числе исследования, которые говорят о том, что, как бы, восстановление организма, сил организма и так далее происходит через, как бы, отдых, да, отсюда идет история про уменьшение рабочего времени, количество рабочего времени и так далее, вот, и, например, ну, вот, вы очень хорошо заметили про физический труд, физический отдых, вот, как это сочетается, я просто тут, ну, скажу, что по своему собственному опыту, ну, мое исследование, оно было на фабрике, на конфетной фабрике, где год работала рабочая обычно, поскольку я, как бы, работник интеллектуального труда и весь мой опыт, как бы, в жизни я занималась тем, что читала, писала статьи и так далее, преподавала, вот, я, как бы, всегда занималась спортом, естественно, как многие современные люди, активный, как бы, отдых, это тоже про меня, и вот, в период работы на фабрике, да, я, как бы, весь год я не могла, ну, как бы, ходить даже в спортзал, именно потому, что это просто настолько, и у нас на фабрике была шутка, что, в общем, нам не нужен спортзал, потому что все наши мышцы качаются, собственно, во время смены, вот, и здесь, естественно, но, как бы, другой здесь вопрос, если говорить именно о труде, да, что, если мы устаём, и об этом тоже пишет Вигарелло, когда он говорит о том, что, по-моему, в 20 веке начинается исследование труда, они уже не просто про механические движения, они уже про и про психологические аспекты, и про социальные аспекты, да, то есть как человек выматывается не только физически, как это влияет на его интеллектуальные способности в том числе, и там, например, многие рабочие, по-моему, в 18 веке, как бы, на заре индустриализации говорят, что вот наши хозяева, как бы, вот этих предприятий, где мы работаем, они говорят нам, ну, вот, вы можете идти получать образование, и каким-то образом, там, чего-то, да, себе какой-то путь в жизни прокладывать, но они говорят, как же мы это будем делать, мы настолько устаем, там, за свои, там, 15-18 часов на работе, что мы не то, чтобы там, да, как бы, учиться, но мы, в принципе, ничего не можем больше делать, вот, и в этом смысле, кстати, вот, в России, ровно так же, в начале 20 века, еще, как бы, до всех катаклизмов, тоже, мы находим источники, где фабричный инспектор описывает труд рабочих, фабричных рабочих, он точно так же говорит, что, как бы, люди настолько устают, что они не могут, поэтому, как бы, вот, в эти, как бы, в контексте, вот, в этом контексте постепенно вырисовывается такая, как бы, тенденция к тому, чтобы давать, все-таки, людям отдых, отдых, ну, в данном случае, как бы, через сон, да, вот, но, наверное, коллеги еще... У Вигареллы есть еще интересное, я сама не знала этого, что вопрос вообще об отпуске для рабочих стал обсуждаться только в 1920-х годах, никого отпуска не было, и более того, это вообще как бы, это нововведение, которое... Но, если хорошо изучить Сталинск... В выходной день не было, даже выходных дней не было, да. В днеде не было, а в днеде не было, не везде, не везде было, да, это вообще, как бы, но у крестьянина там были свои сезонные, это совершенно другая история. Но, если мы... Есть целая масса замечательных исследований о сталинской России, где, вот, если посмотреть на стахановское движение, которое мы предносили, это же абсолютно эксплуатация, потому что, значит, Стаханов показывает, на него работает вся бригада, и, значит, количество там, да, все... Работы, работа увеличивает, то есть на всех навьючивают повышенные обязательства, потому что, говорят, вот, Стаханов может, а вы, значит, что не можете. И более того, значит, это был полурабский труд, потому что в сталинское время рабочий не мог перейти с одного завода на другой без разрешения начальства. И там много было чего другого. И это был абсолютно тотальный изматывающий труд. Мы вообще не говорим про деревню, которая была абсолютно растоптана. И в этом смысле вот эта история, потом там, два дня выходных и все прочее, это уже 60-е годы, это после сталинское время, это уже хрущевское, потом брежневское, когда, да, да, когда вообще, действительно, как бы, вот это право на труд, и народ, собственно, и в отпуск, особенно, не ездил. Это было довольно сложно куда-нибудь передвигаться. И перемещаться невозможно было, везде была прописка, и ты никуда не построиться не можешь. Так что, в этом смысле, идея отдыха, отпуска, я не знаю, удаленной работы, это все, вот, нередно, позднейшие плоды цивилизации. Можно я скажу, да, с психологической точки зрения. Смотрите, что такое, собственно, психика? Это высшие психические функции, сейчас я их просто перечислю, память, внимание, мышление, речь, воля, воображение, восприятие. Психика устает, ну, как мы физически устаем, я не буду комментировать, это все понятно. А психика устает, когда какая-то из этих функций истощается и не может работать нормально. Для того, чтобы эти функции хорошо работали, нужны перерывы. Сон – это какое-то иное состояние психики. И вы знаете, что где-то в Чехии, по-моему, есть место, куда Фрейд поехал однажды отдохнуть в какой-то санаторий ненадолго. И там ему в голову пришла идея, что надо изучать сновидения, потому что это один из входов бессознательный. Можно, человек про себя может много понять, если он вот запишет свой сон там и так далее. И этому факту, просто этому факту поставлен памятник специальный, насколько это важный факт для мировой культуры. И сон действительно, ну, сон изучается, это тут в общем отдельный какой-то большой рассказ. И в этот момент происходит процесс процесс расслабления, потому что вся наша жизнь состоит из двух процессов. Напряжение и расслабление. И их смена одного на другое. И вот когда расслабление так же важно, как напряжение. Мы не сможем напрячься, чтобы сделать что-то, без того, чтобы перед этим не расслабиться. И вот отдых, он нужен для этого. Усталость происходит тогда, когда пренебрегаем процессом расслабления. А в процессе расслабления происходят еще какие-то дополнительные моменты. С каждой из этих функций, которые я перечислила, происходят какие-то разные моменты, которые ей нужно для того, чтобы прийти там в себя. Например, функция внимания. Почему интеллектуальное такое напряжение у нас бывает и вот истощение? Потому что функция внимания, она как бы имеет два аспекта. Это фиксация внимания и переключение внимания. Для просто обычной безопасности это очень важно. Потому что если вдруг там сейчас вот с потолка что-то упадет, то мы все перестанем слушать вот все это и будем выяснять это нам хорошо или плохо. И это очень важные моменты умения переключить внимание в любой момент. Для этого вот такое понятие тревога, все как бы знают, что такое тревога, но определения нету, нигде не найдете одного и того же определения. Мы его еще ищем. Вот тревога никогда не бывает нулевой. Это всегда положительная величина. Просто первая часть этого столбика тревожного мы обычно не замечаем. Эта базовая тревога, она нужна именно для того, чтобы переключать внимание, как золотой петушок, который Пушкин сидел и фиксировал то, что вокруг может вызвать какие-то неприятности. И вот эта тревога базовая, она может выходить из, ну, если как много неприятного происходит или человек утомлен, то базовая тревога повышается. В регионах, где произошло что-то неприятное, землетрясение, наводнение и так далее, там базовая тревога просто там в среднем по больнице повышенная. И тогда там как бы тоже нужно ехать реабилитировать этих людей и так далее. Когда происходят неприятные события в обществе, у нас у всех повышается уровень тревоги. А когда повышается уровень тревоги, в какой-то момент сначала повышается адреналин, мы носимся, там что-то делаем, сразу в нескольких местах работаем, а потом раз и спадает это все и сил нету. И вот если это долго длится, вот это называется депрессия, когда тревога высокая, а сил нету. Но это не фатальная вещь, понимаете, вот с этой депрессией можно договариваться. Тут есть свои законы и просто не для этого формата, но... Когда мы закончим, вы дадите индивидуальный мастер-класс и кто-то хочет. Посмотрите, а можно я прочту средневековое «Как снять усталость?» Вот, пожалуйста, да, что советует трактать о камнях XIX века. Если кто-то изнурен жидкостью этими гуморами, пусть он согреет кристалл на солнце и приложит его к больному месту. Жидкость будет изгнана. Если взять в рот сахфир, то исчезнут тревматические боли. Изумруд, носимый на теле, исцеляет сердце и желудок. Карбонкл придает бодрости, ну и так далее. Так что, коллеги, дома посмотрите, что я тебе прикладываю к нужным местам. Какие-то еще вопросы будут? Я хотела реплику еще быстро чтобы сказать эти же темы, а потом поднимай руку. Просто буквально коротко. Вы как раз, Ирина, прочитав эти рекомендации, как раз в общем затронули то, что я хотела сказать на ваш вопрос про отдых. Вообще как бы практически на протяжении всей книги, то есть от средних веков до 20 века Вигарелла в большей степени говорит о том, как люди пытались преодолевать усталость, то есть как пытались с ней бороться, то есть кристаллы, потом были травы, очень много, как бы разные специи тоже считалось, что они каким-то образом кофе, что-то еще. Спорт появился. Да, потом появился спорт и то есть мы как бы и как будто бы мы только в последний момент пришли к идее о том, что мы можем просто отдыхать и как бы восполнять свои силы. Да, а вот Ольга Баналитцева замечательная наша переводчика, которая, собственно, и сделала возможным обсуждение нашей книги на русском языке. Так. Вот сейчас минутку вопрос. Вопрос дай лодочку. Сейчас мы ее подключим, чтобы она на экране появилась. Она хотела что-то сказать, а потом мы... Вот, собственно, столько всего уже сказано. Я просто хотела переводить эту книгу, я этим занималась около года, и я должна сказать, что я очень устала. И это не коломол. Я думаю, что наш уважаемый автор тоже очень устал, потому что то, с какой счастьем, подошел к созданию своей книги, меня просто потрясло, когда там несколько тысяч концовых сносов. на каждое слово, которое он где-то позаимствовал, он давал ссылку, сноску, все растолковывал, там, откуда он что позаимствовал. Вот это мою работу, кстати говоря, тоже очень сильно усложнило. Ну, да, остальное. Вот, и что я хочу сказать, что вот есть добавить, это не прозвучало в вашем обсуждении, по всяким такие вещи, как усталость воина, усталость крестьян, рабочих, офис на дороге. Все готовы, все про это знают, и про то, что мы знаем, читать современное. Но, лично для меня, было неожиданностью узнать про усталость при дворе. Если помните, там есть такая маленькая, буквально, злабочка. Значит, это жизнь, придворная жизнь, которая, казалось бы, роскошь, бриллианты, наряды, парики и так далее, а на самом деле это было уже движение работы, потому что они соблюдали регламент, так сказать, церемониал, этикет. И по 8-10 часов они должны были стоять, очень часто. Хорошо, если за спиной был какой-нибудь шкаф, или там какая-то мебель, на которой можно было облокотиться, там, пересесть, ну, каким-то образом себя поддержать. Вот, а если вы честь, что освещались все эти залы версаль, а то же или укра, свечами, то есть, эта штука происходила, влагорал кислород, дышать было меньше. А когда мы, как и кавалер, все были затянуты в корсеты, потому что давно мы были осенны и талии, а кавалер должны были выгодить. Ну, так сказать. Ну, не должно было быть никаких животов, а широкий в меч и грудь. Меня слышно? Да, да, да. Да, слышно, слышно. Вот. То всем было просто нечем дышать, и усталость была чудо-очная. Среди сетей была, так сказать, отчаянная борьба за право табурета. Что такое право табурета? Это право сидеть в присутствии монарха, которым обладали некоторые некоторые персоны. там и была градация. Если это были принцы крови, то они могли сидеть в кресле. Если это были внуки короля, то на стуле. и чем дальше, тем, значит, кто-то там на табуреточке, кто-то там еще как-то, но вот так. То есть, вот это было для меня неожиданным, просто потому, что я об этом не задумывалась. И читая те же романы Дюма и прочих писателей, у меня в голову не могло прийти, что там люди уставали, что это была тяжелая работа. Может быть, она была не всегда осмысленной, но сэлявин, это было. Вот. И, а что касается паломников, то ведь какая была вот вещь, помимо того, что это было, ну, как сказать, куда-то сходить, там помолиться, значит, было же еще что? Искупление грехов, да? И люди в венигах, в рубящих, шли, допустим, из какого-нибудь Ганновера или Фрайбурга, они шли в Сантьяго де Компостелло замаливать грехи за то, что они кого-то убили, или там разбойники, убийцы и прочие вот такие вот опасные преступники. И вот они наводняли Европу. Понимаете, с одной стороны они шли замаливать свои грехи, а во-вторых, а с другой стороны они совершали новое преступление, потому что им нужно было есть, им нужно было где-то спать, как-то там проводить время, и они, конечно, продолжали заниматься разбоем, но при этом и что-то такое замаливать совершенно ранее. Вот. Ну, собственно, наверное, да, а глава о ковиде, ну, уже все о ней сказано, это тоже действительно то, что мы все недавно пережили, это и вот усталость ко мне, ну, как Ирина Витальевна, вы мне сказали, что я мало того, что я перевожу, так я еще работаю в петербургском магазине книжном, и ко мне приходят сюда, конечно, в магазине нового литературного обозрения, покупатели мои, это очень многие преподаватели, и в каком они ужасе от работы по Зуму, от того, что они должны вот это, принимать экзамены, зачеты, и все вот это, по 14-16 часов они все это делают, в связи с пандемией, конечно, это тоже мы себе представляем, а наш уважаемый автор это описал. Правда, у него, конечно, речь шла о медиках и стесненной работе дома, когда в кухне стоит компьютер, обедают на столе, где-то там на журнальном столике в гостиной, что-то еще, дети тут делят один компьютер на всех, в общем, вот всякие разные такие вещи. Коты ходят, да, соответственно, влезают в Зум, это классика, Что-то отключают, там вот это все, в связи с этим вопросом. А вот вопрос к вам как раз. Пожалуйста, Анна. Вот из другого поколения совершенно, и по теме, наверное, филологии, потому что вот у меня есть, например, внуки, они двуязычные, и когда они начинают болеть, то есть они еще там не 39, например, а 37,5, их папа, француз, говорит, это не больной ребенок, это ребенок усталый, фатеге, вот это фатеге, под современном языке, французском, мне кажется, это вот лимит, это еще не болезнь, а у нас уже ребенок 37,5, это все, уже смерть, уже врача мы вызываем, уже СМЭ, то есть там вот, вот эта вот, так сказать, граница между болезнью и усталостью, она какая-то другая, как вам в книге такое, вернее, не в книге, ну да, в книге. Нет, вы знаете, моего тема там, по-моему, разговоров вообще не было. Ну, это известно, что американцы говорят, что то самое, да, никаких сквозняков нету, это иллюзия, да, вот мы говорим, что есть сквозняки, а не говорим, что нет сквозняков, да. Да, простите, кто-то еще хотел, да, пожалуйста. Да, вы уже затронули тему, да, языка у меня, вот с точки зрения эволюции, усталости, ну, потому что мы понимаем, да, она изначально была физическая больше, да, потом как-то в информационную переросла, да, там, моральная, да, моральная. Есть ли какая-то эволюция языка, да, который, ну, язык, по сути, да, отражение некой реальности в нашем сознании, да, о котором мы уже сегодня говорили, вот, есть ли эта эволюция, потому что, да, я, можно сказать, бессил, да, устал, выгорел, это все тоже является некими синонимами, некими отражениями, вот, с точки зрения книги автора, да, есть какое-то прослеживание, вот, как это используют, вот, как сегодня, да, сейчас сказали, да, там, болеешь, да, или кустал, да, это тоже некие, вот, языковые конструкции, вот, ну, есть ли эта эволюция? Изнуленный тоже. Нет, а там как раз вся книжка, чувства, да, как только развиваются какие-то новые представления о чувствовании, появляются новые слова, лексикон, литература это все обкатывает, да, это вот такой регистр чувств, он меняется, и как раз эту книжку читать, да, появляется слово, ну, да, ну, все вот это, стреск, стресс, который появился совсем недавно, после Второй мировой войны только, да, слово как понятие, да, всяких центров. стресс и дистресс, он вообще сказал. А, кстати, вот, Ольга, подойдите, спросим, а когда вы переводили, вот, как этот лексикон, да, вы, наверное, же видели, да, как он описывает изменения? Ну, главное слово это изнеможение, вот, которое, так сказать, наверное, три четверти текста, вот это вот, это усталость физическая, физическая усталость, 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 потому что люди не доедают, люди тяжело работают, они мало спят, у них тяжелые жизненные условия, там, какие-то, ну, не землянки, но, в общем, плохое жилье, и вот все в комплексе создает вот это вот состояние измотанности и изнеможения, а вот, да, стресс, депрессия, вызванная им, это все уже под конец книги появляется, тогда это уже 20-21 век, когда жизнь, вообще говоря, стала проще и легче, во многом, благодаря, ну, прогрессу. Знаете, отчетая, отчетая, фрустрация, да, ну, это все вместе. На самом деле, очень любопытно, когда я читала книжку, я просто задумалась, да, там же все время есть контраст, вот, значит, усталость, а с другой стороны, доблесть, значит, без всякой усталости, вот герои советские, да, они не устают, они там ползут через лес, не важно, а вся нынешняя масса культуры построена на вот этой идее абсолютной неуставаемости, да, значит, человек бьется, там, сорок на него нападает человек, он всех раскидал, бежит, понимаете, потом еще вечером занимается любовью, и так далее. И это, кстати, очень любопытно, с одной стороны, в реальности, чувствительность выше, да, люди переживают по тем проблемам, которые, скажем, поколению моим родителей вообще было непонятно, они говорили, да что ж такое, что же вы такие все нежные, и так далее, они были дети войны, и наши сентименты им были совершенно непонятны, как теперь, например, да, наоборот, теперь мы говорим, что такие нервные молодые люди, а что это они все-таки пишут по каким-то ерунде, а мы вообще не понимаем, чем делать. Это вот как бы интересно, а с другой стороны, масса культуры культивирует этих невероятных героев, почти божественных, которые никогда не устают. Это какой-то, я не знаю, компенсационный принцип, я даже не понимаю. Можно еще уточнить? Говорили же про усталость при дворе, вот с точки зрения, ну, как бы, руководителей, царей, монархов, да, то есть, тоже как-то этот аспект затрагивался, потому что кажется, что там больше интеллектуальный труд, да, для монархов, который, наверное, сейчас нам больше присущ, да, интеллектуальный усталость, которая, наверное, была, возможно, присуща монархам уже в то время. в каком-то времени? Какой монарх? В каком-то времени? До какого-то времени монарх должен был лично участвовать в битве. Вот под ним убивали трех лошадей, какой-то францис первый, говорите, да, какой-нибудь франциск первый, я уже не говорю про там Людовика Святого, которого там почти замочили по дороге, когда он в крестовый поход пошел. Они же все были рыцарями, они были главной из остальных, да, он был главным, они были рыцарями. Только с какого-то момента, ну, там, по-моему, Филипп Август не участвовал в сам как рыцарь в войне. Я не могу вам сейчас сказать, я, к сожалению, это было исключение какое-то такое прямо странное. Остальные все не имеют. Ну, у Вигарелла есть немного про усталость монарха, вот он про Людовика говорит, вот про эти придворные культуры и дает рецепт эликсиров, как не терять силу, значит, в постели, как не терять силу при дворе, там есть рецепты, по-моему, говяжий бульон, но если вам вас интересует, лучше все-таки ждать. Так, зачем? Да, вот говяжий бульон, потом интересна вот эта черная жидкость кофе, что ее стали подавать при дворе, и вот таверны такие средневековые, да, с классическим вином, пивом, сидром вытесняются вот эти кофейные дома с этим ароматом кофе, и эта черная жидкость, как говорят, значит, вот в 19 веке как раз служит такой эликсир против усталости, наоборот, бодрит, тонизирует, да, и вот а такое средневековое вино вытесняет вот эту черную жидкость кофе. Ну, и даже в средневековом были такие споры, знаете, вода с вином, вино с пивом, значит, что лучше, что бодрее. Все резко ошибились. Нет, ну, ладно, я бы хотела одну еще ремарку сделать важную. Дело в том, что мозг человека, он так устроен, что есть какая-то часть психики, которая отвечает за, например, быстроту переключения внимания, за быструю физическую реакцию, мышечную, а есть другая часть, которая отвечает за решение сложных задач. Если задача хотя бы в два хода, то, как вы понимаете, первая не обязательно в сторону выхода будет сразу. И тут нужно догадаться. и вот то, что произошло между нашим поколением, поколением наших детей, большей частью вас, это то, что на умы еще последние, у кого вот часть быстрого переключения внимания, оперативная психика, была более важной, чем психика абстрактного мышления. А наши дети оказались в другой ситуации, они поменялись немножко местами. Вообще, все вот эти социальные перемены, которые происходят, такие как бы новый виток в социальном развитии, это всегда перемена образа жизни, которая ведет ввиду каких-то открытий, которая ведет к тому, что меняются какие-то части психики, выходят на первый план. Есть много разных классификаций частей психики, но я придерживаюсь, допустим, одной, там как бы психика делится на пять таких главных департаментов, и вот я вам назвала два из них, и вот очень важная вещь, то, что оперативная психика, она может готовиться к жизни, воспитанием с использованием такого педагогического приема, как отрицательное закрепление, можно ругать, пугать, наказывать и так далее. Абстрактное мышление не переносит отрицательного закрепления, поэтому сейчас педагогический кризис, который ведет к тому, что надо менять педагогический подход, отрицательное закрепление изжило себя, но стало вредным, поэтому, господа, преподаватели, надо переходить на, куда ты поставил, не видишь, мокрое, она же говорит, погоди, пожалуйста, нельзя оставить, все это, потому что мокрое, от воды бывает то-то-то, и вот такая педагогика годится, а то, что я кривлялась в первые случаи, не годится. Спасибо. Ну, коллеги, давайте мы не будем еще даже... А, вот последний вопрос тогда давайте к вам, да? Ага. У меня просто вопрос начался от работы. Вы можете выключить? Нет. Спасибо. Я просто к усталости отношусь так, что, как мне кажется, большинство из нас устает в основном из-за того, что мы просто не нашли свое место в этом мире. То есть, как правило, мы занимаемся не тем, что нам нравится, и понимаем это либо в конце жизни, либо в середине жизни, и если мы занимаемся любимым делом, то, скорее всего, мы так сильно не устанем, как вот работа не там, где нам нужно. То есть, с этой проблемой моя тетя, бухгалтер столкнулась, и вот хочется уточнить, будут ли какие-то решения в сторону того, как определить, кто ты есть на самом деле, куда тебе двигаться дальше, чтобы понять, где именно твое место, и были ли есть все. Вы знаете, я не могу в этом формате узурпировать все общее внимание, но если вам интересно, просто подойдите, я вам расскажу. Ну, не расскажу, куда-то вас так сказать. Слушайте, у вас, во-первых, есть шанс, судя по то, что я вижу, у вас еще большой отрезок времени найти себя, в отличие от нашего поколения. А потом хочу сказать, посмотрите другими глазами, если вы прочтете книжку, вы поймете, что мучиться от того, что вы не можете найти применение своей жизни, это роскошь, которая стала доступна совсем недавно разным социальным группам. А вообще, на протяжении большей части времени не особенно выбирали. Представьте себе, чтобы крестьянин мучился смыслом жизни, когда его приходилось. И даже неважно, люди заперты в этих границах сословных, через которые очень тяжело было перейти, я думаю, что не то, что они не мучились, но опять же, легитимация этих страданий, вот о чем, книга о легитимации, то есть не то, что не мучились, не страдали, не понимали, но то, что приветствуется обществом, и это как бы важнейшая проблема, а то, что справляется в обществе, вообще не является проблемой. О чем вы говорите, что за роскошь вообще, да, ну вот. Наши бабушки даже не могли получить высшего образования, просто не могли вообще, они должны были по какой-то причине, выдуманной, Софья Ковалевская, вышла фиктивно замуж, чтобы поехать учиться на математике в борьбе. Я еще хотела бы сказать ремарку тоже в ответ. Во-первых, поддержу Ирину, что действительно поиски себя это привилегия даже для современного общества, то есть для многих, если у вас есть возможность искать себя, получать разное образование, вот это вот все, значит, вы находитесь в ситуации довольно заметной и значимой привилегии. Даже сегодня очень многие люди просто не имеют такой возможности. Но кроме этого, вот вы сказали про усталость, мне кажется, именно в одной очень интересной трактовке. Вы сказали про усталость как про что-то плохое, негативное. Ну, то есть, вы, если вы себя не нашли, значит, вы устали. Что это значит? Значит, вы занимаетесь чем-то не тем. В общем, как будто бы усталость это что-то негативное, которое возникает при каких-то не очень приятных процессах. Но вот как раз-таки Вигарелло пишет о том, что усталость, она, а, бывает разная, б, она воспринимается в разные времена, разными социальными группами, по-разному, разная усталость воспринимается по-разному. Есть как бы усталость, которую мы уважаем. Это хорошо быть уставшим, если ты очень занят. И сегодня, кстати, тоже во многих профессиях, во многих профессиональных слоях это очень уважительно, уважаемо. Если вы много работаете, вы успешный, да, и вы уставший, но вот именно в этом смысле, что вы как бы добиваетесь успеха. Эта усталость, она признается, она не значит, что вы истощены, она значит, что у вас так много дел, что у вас даже нет времени на сон. Это хорошо. В то же время есть усталость рабочего, например, в шахте, которая, как бы, может быть не очень уважаема. То есть здесь, как бы, да, книга вам явно поможет пересмотреть свое восприятие усталости. Вот. Надеюсь, вы посмотрите через другую призму и по-новому. Анягин тоже уставал, знаете, всю ночь на балах и приезжал и действительно уставал. Ну, коллеги, в общем, я вам рекомендую купить книжку вот так, стоит, правда, это мы и сотой доли не пересказали, там очень много интересного. И вообще, вот эта социология повседневности, она все-таки замечательна тем, что она совершенно выстраивает другую оптику нашего существования и еще раз показывает о том, что то, что нам кажется само собой разумеющимся, на самом деле культурной конструкции. Вот. Спасибо вам, что вы пришли на эту работу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ